В ситуационном центре Республики Дагестан под руководством заместителя председателя правительства Рамазана Джафарова прошло совещание по подведению итогов деятельности республиканской подсистемы РСЧС по осуществлению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за прошлый год и постановке задач на текущий. В мероприятии также приняли участие представители министерств, ведомств и муниципалитетов региона. В ходе встречи было отмечено, что в 2023 году на территории Дагестана зарегистрировано 7 чрезвычайных ситуаций, при которых пострадали 207 человек. Из них 50, к сожалению, погибли. Спасены 58 человек. Пожарно-спасательные подразделения в 2023 году реагировали на 3247 пожаров, 1168 дорожно-транспортных происшествий и 50 происшествий на водных объектах, при которых спасены 632 человека. Как отметил Рамазан Жафаров, в целом органы управления и силы РСЧС с поставленными задачами справились и к действиям по предназначению готовы. На совещании были также озвучены вопросы. Оправдываемость прогноза за 2023 и прогноз на 2024 годы. Итоги пожароопасного сезона прошлого и задачи на текущий период, завершение работ по установлению границ зон затопления, подтопления, внесения их в ЕГРН и использование указанных данных в деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Дагестана и многое другое. Подводя итоги работы совещания, глава регионального чрезвычайного ведомства Нариман Казимагамедов обозначил задачи на 2024 год и выразил слова признательности вице-премьеру Республики Дагестан за высокую оценку деятельности. Завершилось мероприятие церемонии награждения лучших органов местного самоуправления по итогам 2023 года в области гражданской обороны и защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций.